Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Весть Карачаево-Черкесия». События четверга в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. День солидарности в борьбе с терроризмом. У памятника жертвам бесланской трагедии в селе Костахи-Тагурово глава республики Рашид Семрезов и другие официальные лица почтили память погибших. Как организованное бесплатно горячее питание учащихся младших классов в Карачаево-Черкесии, глава республики лично побывал в столовых школ Карачаевский и Кумышей, пообщался с детишками. Диктант победы. Сегодня по всей стране прошла всероссийская историческая акция, посвященная 75-летию победы. Черкески не только писали, но и слушали песни военных лет. Это приложение показывает технику, которая там воевала. Увидеть пулемет, танк и другую военную технику школьники прямо на улице посетили онлайн-выставку времен Второй мировой. Сегодня день солидарности в борьбе с терроризмом. 16 лет отделяют нас от чудовищной трагедии в Беслане, в результате которой погибли 334 человека, из них 186 детей. В этот памятный день к жителям Карачаева-Черкесии обращается глава республики Рашид Тимрезов. Нельзя писать словами масштабы человеческого горя, обрушившегося на весь народ Северной Осетии. Горе пришло всеми Беслана, и боль отозвалась в сердцах миллионов людей во всем мире. И сегодня мы солидарны с родными и близкими тех, кто пострадал в бесланской трагедии. Стойкость и мужество семям погибших. Сегодня весь мир борется с террористическими проявлениями. Мы объединяемся против этого зла, чтобы никогда впредь террористы не достигли своих преступных целей. День солидарности в борьбе с терроризмом искренне желаем всем россиянам мира, добра, согласия, благополучия в каждый дом. И сегодня в День солидарности в борьбе с терроризмом у памятника жертвам бесланской трагедии в селе Коста Хитогорово глава республики Рашид Тимрезов и другие официальные лица почтили память тех, кто погиб в результате одного из жесточайшего в истории человечества террористического акта, направленного против самого дорогого – наших детей. В памяти народов Карачаева-Черкесии навсегда останется то огромное потрясение, охватившее весь мир и чувство скорби, которое тогда все испытали. Сегодня глава республики Рашид Тимрезов посетил две школы – номер 3 в Карачаевске и учебное заведение Аула Кумыш. Руководитель региона ознакомился с тем, как организовано бесплатное горячее питание учащихся младших классов. Кроме того, Рашид Тимрезов дал ряд поручений по подготовке к строительству в Кумыше новой школы, Дома культуры и спортивного объекта. Подробности у Мурата Дженгезова. В столовой школы номер 3 Карачаевска шумно и задорно. Дети с аппетитом обедают, украдкой поглядывая на высоких гостей. Глава республики пообщался с педагогами, с поварами, подробно расспрашивая о том, как организовано питание в школе. Ну а самый лучший индикатор качества еды – это пустые тарелки сытых школьников. О том, что обеды для младшеклассников должны быть бесплатными и высокого качества, отражено и в решениях президента страны. Принимая такое очень важное и серьезное решение, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, он поставил задачу, чтобы дети получали качественное питание, независимо от того, где они проживают. То ли это сельское место, то ли это город, чтобы получали качественное горячее питание. И, вы знаете, самый большой показатель того, что мы видим – это пустые тарелки у детей. Пожалуйста. И то, что с хорошим настроением. У нас на обед суп перловый, у нас на обед гуляш из курицы с макаронами, с подливкой, с зеленью, с салатом обязательно. Чай, поэтому у нас попить на третье. И на завтрак была каша рисовая, масло, чай, тоже бутерброд. Хлеб на выбор – серый и белый. В средней школе аула «Кумыш» дети уже поели и разошлись по кабинетам. Рашид Тимрезов лично проверил пищеблок, меню и условия, в которых питаются дети. Тут же во дворе школы состоялся обстоятельный разговор с членами правительства и главой администрации района. Руководитель региона дал поручение проработать всю необходимую базу для строительства новой школы и не только. Здесь на сегодняшний день нет ни дома культуры. Он есть, но ни дома культуры, ни спорткомплекса. Мы в более маленьких населенных пунктах строим спорткомплексы и продолжаем это делать. Но основное, конечно, то, что здесь требуется, это строительство новой школы. Мы сегодня приняли решение о том, посмотрим, посчитаем, какие есть проекты у нас уже примененные. Либо это будет школа на 550, либо на 600 мест, что в принципе закрывает, не в принципе, а полностью закрывает потребности данного населенного пункта. Но и при этом этот населенный пункт всегда отличался и своими спортивными достижениями, и работниками, представителями культуры. Поэтому, конечно же, мы посмотрим, то, что касается Дворца культуры, может быть, мы будем использовать современный актовый зал в новой школе на первом этаже. Но, скорее всего, будем делать отдельно. Отдельно Дворец культуры наш типовой, который на 300 мест. И обязательно спортивное ядро с тем, чтобы дети могли заниматься и летом, и зимой. Это, я считаю, что самое главное. Хотя по данному населенному пункту еще много таких и основных вопросов, в том числе и водоснабжения. Но мы этим вопросом достаточно плотно с главой района, со Спартаком Аскатовичем занимаемся. Ну а сейчас время прогноза погоды. Похоже, лето продолжается. Слово нашим синоптикам. Крачаево-Черкесия без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Днем будут порывы до 15-18. Температура ночью 13-18, днем 27-32. А в горах ночью до плюс 10, а днем до плюс 23. И высокая пожароопасность. В Черкесске без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Днем порывы до 15-18. Температура ночью 16-18, а днем 30-32 градусов тепла. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей. По ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис Московский индустриальный банк. Это «Большие вести» в прямом эфире. И мы продолжаем. Сообщение из оперативного штаба на сегодня. В Карачево-Черкесии выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в республике составило 5272 человека. Из них 4443 выздоровели. Госпитализированы 176 пациентов. Сегодня по всей стране прошла всероссийская историческая акция «Диктант Победы». В Карачево-Черкесии работали 33 площадки. В 17-й гимназии Черкеска также состоялась данная акция с участием представителей «Единой России», а также работников Министерства образования и науки республики. Помимо этого, школьники исполнили песни военных лет. В акции «Диктант Победы» принял участие наш корреспондент Алихан Лепшоков. Проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны и отдать дань памяти героизму наших предков. В 17-й гимназии Черкеска прошла не просто акция, а настоящее военно-патриотическое мероприятие. По всей республике были развернуты 33 площадки, где каждый желающий мог принять участие в данной акции. Перед началом экзамена школьники развернули 25-метровое знамя Победы и поприветствовали всех гостей. В свою очередь представители партии «Единая Россия» отметили значимость проведения исторической акции. Пока каждый из нас будет чтить и помнить наших героев, которые сражались за свободу и независимость нашей Родины, эти трагические события не повторятся. Сохранить эту память, передать ее поколениям, заботиться о ветеранах – это священная обязанность каждого из нас. В прошлом году Карачаева-Черкесия заняла третье место во всей стране по количеству правильных ответов. Надеюсь, эта традиция будет продолжаться, но уверен в том, что диктант Победы станет стимулом для каждого из нас. Трогательное исполнение школьниками всеми полюбившихся песен военных лет особо привлекало внимание гостей. В течение 45 минут участники диктанта Победы должны ответить на различные вопросы касаемо Великой Отечественной войны. Помимо этого школьники принимали участие в военно-исторической викторине. Игра называется «Великая Отечественная война». Мы с ребятами собрались и вот уже играем несколько минут. Чтобы выиграть, нужно правильно ответить на вопросы, задаваемые мной. Когда набирается много наград, ребята получают какие-то призы. Вопросы позволили всем вспомнить важные события из истории Великой Отечественной войны, и отмечают участники диктанта. После окончания результаты будут отправлены по электронной почте каждому принявшему участие в акции. Как и любой экзамен, конечно, это какое-то волнение. К счастью, на сайте диктантпобеды.рф были какие-то тестовые вопросы, которые за несколько дней я успел пройти. И те вопросы, на которые сегодня пришлось отвечать, они были примерно в этой же конве. Поэтому мне так удалось быстро ответить. В этом году в диктанте было 25 вопросов. Вопросы были все посвящены Великой Отечественной войне. На все вопросы мы постарались дать ответ. Надеюсь, что правильно. Во всяком случае, мы думали, сосредотачивались. И я надеюсь, наши ответы будут правильными. Результаты будем ждать. Также в 17-й гимназии Черкеска представили экспозицию, посвященную 75-летию Великой Победы. Алихалипшоков, Расул Берди, Вести, Карачаева, Черкесия. А на Миниарбате Черкеска состоялась открытая виртуальная выставка военной техники времен Великой Отечественной. Каждый желающий мог стать ее участниками. Для этого нужен был только смартфон. Подробности у Аслана Гирюгова. Россия приобрела лицензию на производство пулемета системы «Максима» в 1905 году. К началу 30-х годов прошлого века конструкция морально устарела. Пулемет был тяжелым. Водяное охлаждение осложняло действие расчета в бою. Высокий профиль затруднял маскировку, а небольшое повреждение кожуха полностью выводило пулемет из строя. Первыми, кто принял участие в акции, стали школьники Черкеска. Для их безопасности волонтеры обрабатывали руки антисептиком и раздавали маски. Помимо этого, помогали установить приложение для просмотра виртуальной выставки. Данный подход очень понравился детям, ведь во время распространения болезни онлайн-выставки помогают не собираться в помещениях. Все мы знаем, какой ущербная и славярика Отечественная война не только для России, но и для всех стран мира. И это важно, чтобы не только молодежь, но и дети начальных классов поднимали об этом видеть. Ну и знали в конце концов. А приложение тебе понравилось? Да, очень понравилось. Это, так сказать, в современном виде, что это так преподнесли в связи с коронавирусом. Это очень хорошо. Когда просто на картинках показывают это не так, а когда ты можешь посмотреть дополненно реальности, там покрутить, посмотреть, это прикольно, да. А в чем ты видишь его важность? Ну, важность, во-первых, то, что День Победы, 75-летие Победы, вот. Это приложение как бы показывает ту технику, которая там воевала, да, то есть можно осмотреть, пощупать. То есть я считаю это важно. В данном приложении можно рассмотреть всю военную технику времен Второй мировой войны и узнать ее историю. Выставка открылась в 12 часов по московскому времени по всей стране и утверждена президентом России. Организаторы отметили, что после ее окончания приложение будет активное и можно будет воспользоваться в любое время. Эта выставка проводится у нас впервые такого рода, то, что путем мобильных приложений максимально дети могут увидеть в 3D-проекции, как выглядит эта военная техника. И помимо этого идет аннотация каждой военной техники, что за техника, когда произведена. Я считаю, что это популяризирует патриотизм у детей и увеличивает знания. Современные технологии все глубже проникают в нашу жизнь. И данная выставка доказала это. Баннер с QR-кодом находился на улице Первомайская весь день. И любой желающий смог присоединиться к всероссийской акции. Аслан Гирюгов, Роберт Жигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Артисты Республиканской филармонии подготовили сегодня концертную программу «Дорога мира и добра». Она посвящена трагическим событиям в Беслане. В каждом произведении звучал призыв к миру и единению народов. И все артисты высказали пожелания добра и счастья, и чтобы такие печальные события никогда не повторялись. Таким был четверг Карачаева-Черкесии. Прямо сейчас продолжение фильма «Давай найдем друг друга». Приятного просмотра и ждите вести. Субтитры подогнал «Симон»!